Так, продолжаем. Третий урок. А еще один нюанс, которым я забыл сказать. Это самое главное, это сохранение. Ctrl-S, либо тут файл. Save As. Save As, возьмем Ctrl-S и выберем папку, куда мы сохраняем. Создаем какую-то папку с нашим проектом определенным. И туда сохраняем. Под номером 1, к примеру, мы сохраняем наш вариант проекта. Так, я сейчас немножечко еще изменю ее форму. И дальше мы будем уже делать ретопологию. Это неотъемлемая часть, которая нужна для того, чтобы импортировать в игровые приложения. Мне немножко не нравится рукоятка, она топорная. Я хочу это немножко изменить. Первое, что я сделаю, это мы замаскируем вот так вот, примерно. Переносим сюда. И я сделаю... Сейчас сек, не обращайте внимания. Короче, что я сделал? Давайте, ладно, верну, чтобы было понятно. Я замаскировал, а теперь нам нужно... Я хочу немножко ее сузить. Мы сейчас... Я сейчас возьму... Вот это нам вот так должно быть у вас. У вас так будет это выглядеть. Вы жмете вот сюда. И она переносится, видите? Но мне не нравится, что у меня сместились перекрестия, за то, что я разворачивал. И чтобы нам четко выровнять наш объект... Ну, эти проекции на нашей дизму, от которой мы дергаем, да? Ага, все выровнялось. Так, смотрим. Мы зажимаем shift, да? И у нас теперь четко по проекциям. Теперь что я хочу? Я хочу немножко вот так вот сузить. Ага, из-за того, что я симметрию не выключил, она сужает по всем проекциям. X. Выключаем симметрию, нажав на горячую клавишу X английскую. И немножко сужим вот так вот. Следующее, что я возьму? Мы берем кисть move. Нажимаем вот здесь. Их только огромное количество попробуют найти move. Нажимаем английскую кнопочку M. И у нас выделяются только те кисти, которые начинаются с буквы M. И мы находим move. Это очень важная кисть, которую будете очень часто пользоваться. Что она делает? Она тянет объект. Зажимая левую кнопку мыши, мы можем тянуть объект в какую нам сторону нужно. Таким образом, может, кстати, красивые делать. Деформации и приколюшки всякие. Ну, и move это злаживать. Вот shift сейчас зажал, да, злаживать. Нам злаживание не нужно. Так, что я этой кисточкой хочу сделать? Я хочу этой кисточкой немножечко форму изменить. Я вот сюда потяну. Вот так вот. А тут в эту сторону потяну. Она уже будет немного интереснее выглядеть. И теперь я хочу еще суклюснуть. Вот так вот ее сделаем. А тут можно даже немножко расширить. И то есть я просто меняю диаметр кисти. И двигая, мы создаем нестандартную форму для рукоятки. Но это немножко интереснее, чем то, что по крайней мере было. И я тут вот так вот вытяну. С выключенной симметрией, чтобы у нас асимметрично это немножко было и красивее будет смотреться. Отлично. Ой, мне не нравится вот здесь это расширение. Сейчас я его чуть-чуть. Мы его сделаем все-таки как-то так. Я специально делаю ее кривовастенькой, чтобы она как бы природной более оказалась. В природе не бывает идеальных форм. Поэтому все имеет свои какие-то деформации, отклонения. Вы делаете форму, какая вам, вашей душе угодно. Это я так просто продемонстрировал кисти и заодно создал нестандартную форму. Не более того. Убираем маскировку. Еще раз перепрощил динамеш. Врубаем. Все, у нас здесь есть небольшие артефактики. Но это мелочи. Мы врубаем кисть стандартную. Даже можно включить. И вот здесь вот немножечко. Shift-ом можно вот так вот пройтись. То есть мы можем немножечко вот здесь создать какую-то неровность, чтобы вот этот вот некрасивый срез замаскировать, чтобы он как-то слился, что ли. Shift-ом прохожусь, чтобы он как-то слился, а с нашей формой не выделялся. Так как он появился в процессе того, что я замаскировал ту часть и сужал. Все. В принципе, пойдет вот такая у нас странная, конечно, форма этот. Это скорее жертвенный клинок, но да бог с ним. Волшебная палочка. Ацтеков. Это будет волшебная палочка ацтеков. Кстати, если хотите поиграться, вот здесь вот. Разные материалы можно накладывать и смотреть примерно, как это будет выглядеть. Их можно и текстурировать, и разукрашивать. Но мы с этим будем потом играться. Очень много. Ну, вы можете поиграться, придавая абсолютно разные формы объекту, униформы, цвета и материалы, накладывая на него, чтобы как вам было. И с режима Rendered мы можем нажать сюда Best. И у нас просчитается картинка с симуляцией теней. То есть у нас здесь в углублениях появились затемнения такие характерные. Вот. Но это длится до того момента, пока вы не провернете вашу модель. Провернули все. Вы перешли в режим редактирования обратно. Что мы теперь делаем? У нас есть вот такая вот форма. Но тут очень много полигонов. И такую модель нельзя грузить в любую игру, потому что она будет очень сильно жрать ресурсы. Такое неприемлемо нигде. Для этого мы сейчас должны уменьшить количество полигонов, которые не имеют значения. Вот здесь вот куча полигонов, хотя тут деформации практически нет. Есть такая вещь, как... Опять же, это вводной курс. Поэтому в будущем мы будем делать это по-другому. Но сейчас, чтобы вы знали, что такое есть, это самый простой способ подготовить модель для импорта в игру. Я включу отображение сетки, чтобы вы могли наблюдать, что сейчас будет происходить. Вот наши полигончики. И теперь смотрим. Переходим в Geometry. Заходим в ZDremesh. И сейчас просто в ZDremesh активируем. Посмотрим, что будет. Мы ничего здесь пока не трогаем. Идет просчет. У нас сверху бегущая строка, которую мы должны дождаться до конца, пока она просчитает. Сейчас идет анализ нашей модели и перепросчет сетки. Сейчас полигончики, скажем так, их станет меньше, и они поменяют свою форму. Что, в принципе, нам и нужно. Но это самый простой способ. Такой топорный. Лучше, конечно, это делать вручную. Мы это потом все покажем, как это делается. Сейчас вот так вот. Долговастенько. Думал, будет побыстрее. Посмотрим, что сейчас выйдет. Если будет много полигонов, то мы просто бегунок вот здесь вот. Так же Polygons Count мы можем двигать влево и уменьшать таким количеством. Таким образом количество полигонов, которое выйдет у нас в результате. Что еще? Давайте так, по кистям. Вот здесь у нас. Пока оно просчитывает, я просто расскажу. Вот здесь стандартная кисть. И там мы выбираем все-все-все кисти. Это тип. Следующая Dots. Да, у нас вот здесь написано. Это в этом окошке выставляется тип наложения, отображения на кисти, проецирования на модель. Блин, это лучше, конечно, показывать уже на примере. Но сейчас я не могу ничего клацать, пока идет просчет. А нам нужно. Вот, отлично. Смотрите, что у нас получилось. Видите как? И полигончики, кстати, они более стараются теперь вдоль наших узоров идти. Они как будто пытаются повторить наши узоры. А не лишь бы как быть расположенными. У нас сейчас 20 тысяч полигонов. На самом деле это дохренище. То есть в персонажах такое количество полигонов будет использоваться. Это очень большое количество полигонов. И нам это ни хрена не катит. Поэтому нажимаем кнопочку Z. И вот сюда смещаем, наверное, на 0.8. Пусть примерно так будет. Нам нужно количество до 5 тысяч, наверное, полигонов от силы. Это максимум. Сейчас посмотрим, что выдаст. Я пока с вашего позволения конфету схаваю. 2 тысячи полигонов. Ну, пусть будет. Ничего страшного, что наш узор ушел. У нас тут артефакт какой-то появился, которого не должно было быть. Весьма странно. Одну секунду мне нужно не поймать, что это за фигня. И нафиг это нужно. Ну да, это дырка. Которая быть не должно. Давай немножко увеличим. 1.8. Подбираем. Ожидаем просчета. Вот в данном случае очень важно, сколько оперативы. Чем больше оперативы и мощненько, тем быстрее все операции будут просчитываться. Вот одна из таких долгих операций, которые нужно подождать. О! Мне нравится. Смотрите, у нас более-менее сохранилась структура. У нас нет дырочек, артефактов. Вот наша панель. И у нас 7000 полигонов. В принципе, многовастенько, но пойдет. Для примера. Далее. Далее будет в следующем уроке, наверное. Далее будет в следующем уроке. Продолжение следует...